Канал Новая Лдова, это целая серия крутых программ о невышедших видеоиграх. Всякие интересные топы, история о самых захватывающих уровнях, эвентах и локациях. Ну и конечно летсплей, действительно содержательные летсплеи. Геймеры со стажем, прошедшие не один десяток виртуальных боев и сражений, уже давно привыкли к убийствам, жестокости и обилию крови в компьютерных играх. Убивать виртуальных плохих парней стало для нас обыденностью, и больше не способно кого-то задеть заживое. Поэтому разработчики, дабы шокировать видавшего вида игрока, прибегают к неким ухищрениям, а именно ставят геймеров в щекотливые ситуации, в которых волей-неволей вам приходится совершать не самые приятные поступки. Всем привет, с вами Айвори, и это 8 отвратительных поступков, которые игры заставят вас совершить. Сразу предупреждаю, что в данном видео возможны спойлеры, а также жестокие сцены. Посему дальнейшая ответственность за просмотр ложится целиком и полностью на ваши юные плечи. А теперь погнали! Серия игр GTA всегда отличалась повышенным градусом насилия. Жестокого и шокирующего контента в ней всегда хватало. Но сцены зверских пыток из GTA V смогли шокировать многих геймеров, ибо свалились они как снег на голову. И, ребята, не надо писать в комментариях, мол, я во время игры попробовал все пытки на бедняги, и мне еще и мало было. Не все люди одинаковые. Что для одного прогулка по парку, то для другого настоящее испытание для его желудка. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Третий Ведьмак – игра далеко не для детишек. Ведь в ней полно жутких и откровенных сцен, которые способны шокировать особо впечатлительных геймеров. Но есть одна миссия, которую лично я запомнил надолго. В ней от вас потребуется бросить младенца в горящую печь. Конечно, в итоге все это окажется лишь фарсом, но как же чертовски трудно сделать этот бесчеловечный шаг, на который нас толкает игра. Игра «Ходячие мертвецы» под стать сериалу и комиксу полна моментов, от которых ком встает в горле. Особенно часто в данной игре геймерам приходится видеть смерти персонажей, которые порой уже успели запасть им самую душу. Примером одной из таких сцен является момент, когда Ли должен убить Дака. Эта сцена очень тяжелая в эмоциональном плане, и, уверяю вас, она останется в памяти у вас надолго. Игра любезно предоставит вам выбор – убить маленького ребенка, направив на него дулу пистолета и нажать на спусковой крючок. Или же нет? Инфицирован ребенок или нет? Выбор от этого легче не становится. Хочу спросить у вас, смогли бы вы отрезать свой собственный палец ради спасения близкого вам человека? Этот выбор придется сделать именно вам в игре Heavy Rain. Ради спасения собственного сына главный герой вынужден калечить себя. Я думаю, каждый отец сделал бы подобное ради своего сына, но менее болезненным от этого данный процесс не станет. Война жестока и беспощадна ко всем. Именно это нам пытаются показать в игре Спецопс. Игра вынуждает вас применить химическое оружие под названием белый фосфор против людей. Но последствия применения данного вещества просто чудовищные. 47 мирных жителей погибают из-за вашего приказа, и это заставляет вас чувствовать себя по-настоящему виноватым в смерти людей. Данная сцена сильно врезается в память и способна надолго отбить у вас аппетит. Я думаю, вы уже узнали знаменитую запрещенную сцену убийства в московском аэропорту. Игра подталкивает вас принять участие в террористическом акте. Все мы с вами привыкли валить монстров, да и просто плохих парней в видеоиграх целыми пачками. Но когда нас заставляют убивать ни в чем не повинных людей, на душе становится как-то некомфортно. Пускай это и всего лишь игра. Вы помните миссию Metal Gear Solid V? Когда после вспышки вируса игра обязывает вас выявлять зараженных среди своих людей, и после этого убивать их прямо в упор, глядя им в глаза, людям, которые доверили своей жизни в ваши руки, слыша при этом их предсмертные стоны и мольбы о помощи. Да... Иногда игры заставляют принимать нас поистине мерзкие и тяжелые решения. Те, кто играл во второй Dead Space, конечно же узнали эту шокирующую сцену. Скажите мне, попадала ли вам в глаз когда-нибудь Саринка? Скорее всего, вам при этом было больно и чертовски неприятно. А теперь представьте, насколько будет больно, если ваш глаз воткнут длиннющий штырь. Именно это вам и придется сделать, ведь никогда не получается попасть в нужную точку с первого раза. А это были 8 отвратительных поступков, которые игры заставляют вас совершать. Всем спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, да и в целом мое творчество, то не забудьте поставить лайк. И по возможности поделиться этим видео со своими друзьями. На этом я откланиваюсь. Всем удачи и пока. Как жаль, что люди подобно рыбам не могут жить под водой. Ведь для этого нам как минимум понадобились бы плавники и жабры. А ведь как много интересного и загадочного мы могли бы увидеть на дне морском. Ну да и черт с ним. Главное, что хотя бы плавать умеем. Хотя все-таки есть индивиды, которым так и не поддалась морская стихия.